Уверен, вы уже тоже видели эти кадры, как Северная Корея взорвала дороги, которые соединяют ее с Южной Кореей. В чем разница между Северной Кореей и Южной? Ну, в одной стране живут плохиши, а в другой нормальные люди. И слава богу в данном случае, что нашими союзниками является Южная Корея, которая понемножечку, ну, тоже нам поставляет оружие и боеприпасы. Или нашим союзникам. Нет, Северная Корея, конечно же, отгружает больше российским нацистам, но, знаете, всему свое время. Тут, когда мы видим эти кадры взрывающихся транспортных коммуникаций, вообще-то тут мысль такая. Ну, все эти разговоры на тему того, что Северная Корея вступит в войну на стороне России. Ну, когда я это вижу, я думаю следующее. Что, во-первых, так будет выглядеть граница России и Украины после завершения боевых действий. Во-вторых, северокорейцами тут такая штука. Их ждут уже очень-очень давно, а они все не приезжают. И если они приедут, кто сказал, что они не захотят остаться? Ведь, знаете, в украинском плену, ну, в миллионы раз лучше, чем быть гражданином Северной Кореи. Что еще? Значит, российская армия наступает по всем направлениям, и в Курской области тоже. Нам везде очень-очень сложно. Но! А самое главное, как говорится, после слов «но». Очень много жалоб у них о том, что они всех бросают в штурмовики, то есть они наступают из последних сил. Будем исходить из этого. Командиры, отправляя бойцов, говорят, можете на эвакуацию не рассчитывать, если пойдете. Все, будете выбираться сами. За 300 от вас выбирайтесь сами. После такого уже цинизма, вы знаете, ситуация достигла просто какого-то накала циничного. Идет просто утилизация, о которой я говорил с самого начала, но сейчас просто это уже стали все говорить. Что нас просто утилизируют, просто нас отправляют на убой мясом и списывают. Да они фашисты по своей сути, по своим поступкам. Они своих братьев, своих бойцов отправляют на смерть. Это не единичный случай. По Рыльскому направлению то же самое было. Ранили ла бойца на попутках, слава богу, удалось спасти. На попутках доставляли, потому что парни на велосипедах ездят по 15 километров. А еще в этой ситуации они начали задавать вопрос, зачем? Зачем все это? Пока они думают, мы должны поддерживать нашу армию. Момент действительно очень и очень сложный. Поэтому я призываю вас помочь очень опытным экипажам, пилотам хевишотов, это большие ударные дроны, немножечко обновить их дроны. В описании будет две ссылочки на два сбора. Один практически закрыт, а другой мы только открываем. Знаете, вот это тот момент, когда нужно инвестировать. Инвестировать в безопасность и в армию. Так, конечно, будет до конца войны, но на фоне наступления российских оккупантов это принципиально важно. Еще раз, это как раз вот эта вот маленькая точечная инвестиция в людей, которые являются просто топ-пилотами, с топ-результатами. Ну а там что, прилетела противотанковая мина и группа российских захватчиков, которые хотели наступать, штурмовать наши позиции, они больше этого делать не будут. Так что поддерживаем сбор, ссылочки все в описании. И, конечно же, подписываемся на канал. А вот теперь давайте разберемся в части «Зачем?» И почему спустя два с половиной года этот вопрос наконец-то зазвучал. Считайте, что тайна русского характера раскрыта. Лучше ее, кстати, раскрывать минами, которые сбрасываются россиянам на головы. Ну, тут есть два вопроса, да, тут есть два вопроса. Первое, нет ли там у тебя где-то в загашничке ответа «Зачем?» России, так сказать. Ну, хорошо, да. Вот «Зачем?» Это, по-моему, важный, хороший вопрос. Это ключевой вопрос, и его задают друг другу россияне, которые поумнее, непосредственно с 24 февраля 2022 года. А теперь он зазвучал уже и в эфирах федеральных каналов. Нет, понятно, что это люди-негодяи, и в данном случае они говорят о том, что «Зачем России нападать на Польшу?» Но как они это все обставляют словами? Получается, что вопрос-то он общий. «Зачем Путин начал войну?» Дискуссия правильная. Это начало этой важной дискуссии. Вот, а второе. «Зачем на Польшу?» Да, да, да. Но это исправить исторически не исправить. Польша входила в Российскую империю. Польша – это исконная русская земля. Варшава. Исконная российская земля. Никогда такой не была. Нет, была, конечно. Но и Финляндия. И Финляндия тоже. И страны Балтии. Бывшие республики. И Аляска была. Ну что ж, и Аляска была. И Калифорния тоже. Ох, ребята. А Калифорния какой же это? Старый же. Стрелять так стрелять. И исправить так исправить. Правильно. Да. И Калифорния. Чтобы два раза не вставать. Я просто хочу сказать, как антиамериканизм разжигается. Понимаете? Антиамериканизм? Антон, вот это паранойя. А почему так теперь? Паранойя. Порсен нападет на Питер. Вообще, тема Северной Кореи, она как-то пока не вошла в российские федеральные эфиры. Но, как говорится, сейчас, очевидно, они получат приказ из Кремля и начнут вот эту вот тему качать. Мол, приедут северокорейцы и все исправят. И будет за 2-3 дня, ну или за 2-3 недели парад или что-то другое. Ну, мне все-таки кажется, что на Северную Корею российским оккупантам рассчитывать не надо. Ну, а пока тема главная. Война, соответственно, Российской фашистской федерации с НАТО. Да, именно это обсуждается в разных вариантах. Ну, и вступление Украины в НАТО. Тоже вступление Украины в Альянс. То есть, спустя 2,5 года эта тема зазвучала, ну, просто какими-то ярчайшими скалоразками. Таким образом, они хотят как-то, ну, что ли, обосновать, для чего они ведут эту войну. Вопрос, зачем, да? Зачем все это? Хороший вопрос. Сначала они начали его задавать вслух. А на каком-то этапе они попробуют на него ответить. И тогда ужаснутся все. Вы не объяснили, что... Ты в церкви не работал, как ты все умеешь с ног на голову. Нет, я имею в виду вот эту ключевую фразу. Вы как бы пропустили эту фразу, да? Польша может, НАТО может напасть, как ответный удар на нападение России на НАТО. Давайте все-таки обратим внимание... Я бы это понял, да, сейчас, я просто понял бы, если бы Россия сказала, ну что же, Польша, так сказать, как там, помните, другой анекдот, да? Скажи мне три главных слова. Давай делить Польшу. Один из польских отставных генералов, в прошлом, я так понимаю, начальник генерального штаба, сказал, что если Россия нападет на Польшу или какую-то другую страну Балтии, то удар будет нанесен непосредственно по Санкт-Петербургу. И вот там они воют на тему, а как же так? Нас-то за что? Естественно, первая часть выступления, если нападут на Польшу, они упустили и качают тему, что вот эта агрессивная НАТО хочет напасть на, соответственно, на Санкт-Петербург и начать бомбить этот город. И мне кажется, идея правильная. Почему? Ну, во-первых, это перефраз моей фразы, что любой гражданин Российской Федерации, независимо от своего юридического статуса, который пересек границу, в нашем случае с Украиной, from Ukraine, да, мы from Ukraine, они, соответственно, должны быть уничтожены. И таким же образом размышляют любая страна. Для этого и придумали линии государственных границ. Вот она, эта середина, по которой лучше всего договариваться. Потому что они тут что-то про Штаты вспоминали, у них там, сколько, чуть больше трех недель до выборов. И дальше, в любом случае, Соединенные Штаты, они будут иметь возможность определиться в отношении политики. И как оно все увязано, смотрите, КНДР, Тайвань, Китай. И Китай тут ключевой момент. И про Китай много говорят в Соединенных Штатах. Я просто к чему это все веду? Что бы ни говорили сейчас, один кандидат или другой кандидат, Штаты, они не смогут остаться в стороне. Потому что таким образом атакует непосредственно американское государство. Там у них недавно летали над авиабазами беспилотники. Они не знали, что с ними делать. Сбивать, не сбивать, чтобы не было эскалации. Но, в общем, жизнь, она всех заставит собраться. Я говорю в данном случае о Западе. А Украина – это часть Запада. Именно так. Просто мне жалко питерцев. Житые питеры. Они сейчас слушают нашу программу. И у них такой страх сейчас, что форси нападет на Питера. У питерцев страх? Я хочу объяснить, при каком случае. В случае нападения, я понял. Пожалуйста. Обратите внимание на небольшую субстантивную составляющую выступления этого бывшего начальника генерального штаба. А именно, что Польша ответит ударом по Санкт-Петербургу не в первый день, а в первые же минуты. Очевидно, что вступление Польши в войну значительно менее вероятно. Это дальше в этих всех мировых разборках, чем вступление Северной Кореи. Но тема, понимаете, они осознали, что можно бомбить российские города. Это топ-тема на российском телевидении. И сейчас, я все понимаю, штаты немножечко в этом избирательном амобиозе, и они заняты сами собой, нормально. Это, как я уже сказал, пройдет. Но мы-то давно предлагаем эту тему, что нанесение глубоких ударов вглубь России многое может исправить. В том числе и в отношениях Северной Кореи. Они посмотрят, какая дрявая Россия с дрявым Путиным и решат, что нет. Лучше северокорейцев не выпускать в Россию, потому что они увидят, что там продается еда, и ее, в принципе, больше. Знаете, как ужас познается в сравнении. Так вот, северокорейский ужас, он по сравнению с российским совсем не ужас. Потому что, да, там можно поесть. Если, конечно, есть деньги. Но еда физически, она все-таки есть. А вот Северная Корея, ну, тут есть нюансы. Ну, давайте-ка насладимся вот этой вот дискуссией по поводу бомбить российские города. Ну, и вопрос. Зачем? То есть, что мы здесь видим? Мы видим здесь проработку автоматического взведения провокаций. То есть, они уже не будут ни думать, ни ждать. А когда определяют для себя, что якобы Россия напала, то моментально, без особых рефлексий, сразу же нанесут ответный удар под Петербург. Почему Петербург? Петербург – это исторический и политический центр. Ну, начнем с того, что там, так сказать, располагается Конституционный суд Российской Федерации. Это историческая столица нашей страны и так далее. Но дело в том, что... Конституционный суд бомбить точно не будут. Почему? Ну, потому что в России нет Конституции, это такой формальный орган, и нет смысла тратить ракеты на это. А вот на кое-что другое смысл есть. Ну, например, базы военные, базы ВМФ. Ну, в общем, немаленький город и немало там российских солдатиков, которые все думают, как же им отправиться в страны Балтии за унитазами. Так вот, предупреждают, ребят, что не надо. Опасно это все для жизни. То, что об этом рассуждают не только поляки. В последнее время повадились об этом говорить и прибалтийские деятели, причем не только отставные. Это и командующий вооруженными силами Эстонии Мерила, так сказать, со своей меркой подходит. Это и действующий начальник генштаба Эстонии Карус. Они также рассуждают о том, что в случае начала конфликта, не говоря при этом, как на самом деле он начнется, они будут наносить удары вглубь России, мете, в том числе и в Санкт-Петербург. В рамках изучения русского характера я утверждаю, что именно вот такой вот подход, то есть наступательный подход, подход, что рыпнетесь, получите сразу по сусалу, он работает. Вот этот язык понимают в Кремле. И россияне понимают. И потом задаются вопросом, зачем? Зачем? За что? А мы тут ни при чем. Потому что если играть в игру, лишь бы не было эскалации и весь этот бред, который мы неоднократно слышали за последние два с половиной года, то это приводит к печальным последствиям. То есть, когда Россия слышит, давайте договоримся, они сразу атакуют. А нужно действовать по-другому. Когда такая вот ситуация, сначала надо бахнуть по России и потом предложить. А давайте проведем мирный раунд переговоров. В такой последовательности это работает. Ну и в данном контексте грех не вспомнить про Лаврова и Машу Захарову. Дело в том, что про них тут в каком-то очень интересном ключе начали говорить. Это важно и интересно. Давайте насладимся. С кем теперь сравнивают Захарову? Сильно пьющей шмарой она была. Но есть и другие варианты. Причем касается-то не только Захаровой, но и вообще этого ведомства на Смоленской площади. Они стараются нет ни говорить никогда, на всякий случай. Это как разница между проституткой и дипломатом. Они же говорили нет про танки. Так, 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 не спешим. Значит, что касается проституции и всяких вот этих негативных характеристик, это Смоленская площадь, а вот танки, а танки наши. Значит, действительно, на Западе долго играли в игру нет эскалации. Но многое изменилось. Вот реально многое изменилось. Они... Они говорили нет про самолеты. Да. Они говорили нет про много что. А теперь они говорят нет про все. Про танки. Вот ключевое говорят про все или ключевое слово говорят? Одно... Еще раз. Я понимаю, чего ты у меня подводишь. Что они сейчас вот поговорят-поговорят, а потом как навалятся. Я говорю о том, что все-таки есть два варианта и пытаюсь, чтобы ты все-таки сказал, что нет, вот это вторично, а это первично. Болото живут с мыслью, что вот что-то сейчас произойдет и Украине перестанут помогать. Ну, даже сейчас можно услышать вот эту вот фразу «Украину сливают». Сливают американцы, сливают европейцы. Но жизнь, она так устроена, что это невозможно. Вот правда. Потому что такой геополитический расклад и помощь Украине со стороны стран Запада – это не благотворительность, это их национальный интерес. Это никуда не денется. И, между прочим, вот помните, я неоднократно говорил, что вот если речь идет о плане победы Украины, то там все очень просто. Настоящий план победы Украины, он в конечном счете сводится к подсчету количеству бомб и ракет. И что вы думаете, такой подсчет он произведен. Вот так вот. И это сообщение осталось незамеченным. Понятно, что далее решение за политическими структурами, за политическими лидерами. Но сам факт того, что вот уже посчитали – это хорошая новость. СНН сообщает, что есть некая записка главнокомандующего, даже верховного главнокомандующего, объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерала Кристофера Каволи, в которой он предлагает некий перечень вооружения для Украины, при помощи которого вооруженные силы Украины могут вести более эффективную борьбу с вооруженными силами Российской Федерации. И там упоминаются две позиции. Первая – ракета «Воздух-поверхность», в некоторых источниках сообщается, что это «Джасм», и система тактической связи «Линк-16». Вот какие странности есть во всем этом деле. Во-первых, американский генерал, находящийся на действительной военной службе, никогда не выступает с подобными инициативами и самодеятельностью. Нет таких примеров, чтобы, типа, он ни с того ни с сего, «Отдай-ка я предложу список Каволи вооружения и военной техники, которая будет использована Украиной против Российской Федерации». Вот не может быть такого, поскольку не может быть такого никогда. Скорее всего, ему от своих непосредственных начальников Каволи поступило указание – дать предложение. Это значит, что политики, которые долго занимали позицию, чтобы не было эскалации, эскалации, они понемножечку начинают меняться и мутировать. И если мы сейчас слышим, что даже в средства массовой информации ушла информация, сообщение или запрос о том, что политики думают, что надо что-то делать, потому что война долгая, война кровавая, Россия не наступает, и с этим нужно что-то делать, потому что, как мы выяснили уже, это интерес непосредственно стран Запада, у Украины – это уже Запад. И все начинается с посчета. Желательно, конечно, было это сделать 24 февраля 2022 года, лучше 23-го. И, между прочим, вот Йенс Толтенберг, после того, как ушел на пенсию, сдал пост генсека НАТО, говорит о том, что надо было Украине помогать больше. Но по многим позициям, конечно, можно исправиться и исправиться быстро, сегодня, сейчас. Естественно, он что сделает? Собирает штаб, начальника штаба, начальников служб, командующих родами войск, видами вооруженных сил, руководителями учреждений и органов тыла. И говорит, вот поступило указание от администрации Белого Дону, это не меньше, или от министра обороны, дать предложение. Естественно, начинается работа в штабе, в МОНСе, которая может продолжаться некоторое время. Но вот какая странность-то возникает. Типа дать предложение, работали, работали, думали, думали. И что, все свелось двум пунктам ракета и системы тактической связи? Ну, так не может быть, поскольку этого не может быть никогда. Поскольку считается, что вот этот документ, он является якобы чуть ли не приложением к докладу Конгресса о тайной стратегии Соединенных Штатов по отношению вооруженной борьбы на Украине. То есть думали-думали там все своим объединенным штабом в МОНСе и пришли к выводу, что вот только дело в ракете заключается и в системе тактической связи. Ну, после этого этот штаб надо разогнать, Кристофера Коволи освободить от занимаемой должности, назначить с понижением. Потому что, ну как? Ну, сначала расстрелять за утечку. А потом погиб. Дело в том, что... Ну, вначале чайку. Как в известном анекдоте, да? Да. Ну, скорее всего, дело в том, в чем заключается. Что СНН, наверное, показали всего-навсего две строчки. Вот типа ракета и система тактической связи. На самом деле, наверное, действительно, реально этот документ существует. Конечно. Но по моему глубокому убеждению, что это несколько десятков позиций, а может быть даже и сотен. Но они формулируются по-другому. Да. Если идет, то идет артикул изделия, количество штук, срок подставки. Если там определенный тип связи, то опять идет впечатление оборудования. Как, что, от чего. И предложение по боевому применению. Да, то есть, да. Слили эту информацию Reuters не просто так. Это один из таких вот элементов ведения переговоров с Российской Федерацией. Мол, мы теперь не за то, чтобы не было эскалации, а за то, что мы тоже можем ухнуть, намекают Кремлю. Ну, еще раз я подчеркну, что Кремль поймет только, когда сначала удар, потом доброе слово. Если наоборот, то они не поймут. Но вот он, собственно, и есть пролог к плану победы. Все очень просто. Все в конечном счете, оно считается бомбами и ракетами. И действительно, там не может быть две номенклатуры. Хотя они тоже важные, они очень крутые. Особенно эта система связи. Это про святотину обизнанность. То есть, чтобы понимать, что происходит на поле боя в режиме реального времени. У нас по многим позициям есть свои разработки. Но главное тут что? Комплексность. Комплексный подход к решению боевых задач. И тут нужны и ракеты, и бомбы, и танки. Ну, еще раз. Когда они говорят о том, что одной системой вооружения войну не выиграть, это правда. Это все знают военные. Но сначала начинаем от обеспечения солдата на земле. И в данном случае у нас все хорошо с этим. Имеется в виду, что там вещевое обеспечение, продовольство. На это уже никто никогда не вспоминает по этому поводу. А вот с системами поражения тут есть нюансы. И дальностью поражения. И не раскрыт вопрос, еще нужно ли бомбить Санкт-Петербург. Мне кажется, Москва предпочтительнее. Но если кто-то хочет начать с Питера, то ради бога. Короче, мы на этой планете одни не останемся. Переговоры ведутся, подготовка ведется, выборы, всякое такое. Помогать нам будут. А значит это что? Мы, как граждане Украины, и люди, которые нам помогают и содействуют, украинская армия здесь и сейчас. Собственно говоря, поэтому я вас очень и очень прошу принять участие в этом сборе на дополнительные аккумуляторы. Это какая-то новая версия. Это дает дрону Хевишу отлететь далеко и нести тот же большой вес для того, чтобы издалека уничтожать российских захватчиков. Все ссылочки в описании. Присоединяйтесь. Как говорят опытные волонтеры, а я им не являюсь. Каждая копейка важна. Вот. Поддерживаем сбор. Подписываемся на канал. Украина была, есть и будет. Ну а насчет Питера мы еще подумаем. До зустречи. Зачем бить по Питеру? Ну, проще говоря. Субтитры сделал DimaTorzok